МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире подробности узнаете из выпуска главные новости этого дня. Я, Алексей Лихов. Громкий процесс после громких задержаний. На нары или на свободу? Куда из зала суда отправятся погоревшие на миллионах и бриллиантах прокуроры? Золотые гаджеты. Минюст накупил себе дорогих игрушек, которые в огне не горят и в воде не тонут. Плечи волонтеров все вынесут. Как военные комиссары перекладывают на них самую неприятную работу? Лучше поздно, чем никогда. Скандальный министр Табачник наконец-то в розыске. Что делать с прокурорами, попавшимися на горячем? С миллионами и бриллиантами. В эти минуты в Печерском суде столицы решают, какую меру пресечения им избрать. За этим громким делом следит моя коллега Елена Митясова. Мы попросили ее выйти на прямую связь со студией. Лена, здравствуй. На данную минуту есть какое-то решение судей или нет? Добрый вечер. Алексей. Громкое дело прокурора-взяточников. Суд решил слушать без прессы, сославшись на тайну следствия. Первый на скамье подсудимых замначальника главка ГПУ Владимир Шапакин. Дело его слушали час и вот вынесли приговор. Предлагаю послушать, что сказал прокурор. Одному из подозрённых, а самому первому заступнику начальника главного следствия управления Шапакин Владимир Владимирович. Ему наразе была обрана мера запопежного захода в виде тримания под вартою сроком на два месяца. С альтернативной заставой в виде 3 миллионов 200 тысяч рублей. И сейчас суд начинает слушать буквально же сразу дело второго фигуранта, зам генпрокурора Киевской области Александра Корнийца. Напомню обоих правоохранителей обвинять в вымогательстве 3 миллионов гривен у предпринимателя, который занимается нелегальной добычей песка. И вот ещё интересная деталь. В деле есть ещё один фигурант. Некий посредник Гибаленко, который якобы и сводил бизнесменов с правоохранителями. Это пока всё у меня информация. Алексей, мы продолжаем здесь работать и всё больше расскажем дальше. Хорошо, Елена, будем ждать ещё одного включения с тобой. Из Печерского райсода столицы с нами была Елена Митясова. Как мы услышали, одного прокурора, который погорел на миллионных взрядках и у которого нашли бриллианты при обыске, оставили за решёткой. Теперь будем ждать, что же решат с другим попавшимся. Пока продолжим выпуск. Теперь о цене прокурорской свободы поговорим. 97 тысяч гривен залога попросил суд за освобождение римненского прокурора Андрея Таргония. Поначалу сам подсудимый называл сумму неподъёмной, но потом деньги нашлись и довольно быстро. На прошлой неделе, напомню, Таргония поймали на взятки. За 35 тысяч гривен он обещал подозреваемому в грабеже закрыть уголовное производство. 15 тысяч из общей суммы должен был получить адвокат. Прославился же сам прокурор ещё в прошлом году. Александр Музычко, более известный как Саша Белый, приходил к нему в кабинет с требованием задержать подозреваемого в убийстве. Требования свои Музычко сопровождал рукоприкладством, хватал Таргония за галстук. Интересно, что даже после гибели Белого прокурор продолжал пользоваться охраной, причём за государственный счёт. Кто заплатил Таргонию за лог сегодня и чём он ещё прославился, мы обязательно расскажем. Нам нужно время для проведения расследования. Ждите этот материал в эфире завтрашних подробностей. О службе безопасности Украины всё же решила объявить скандального экс-министра образования Дмитрия Табаченко в розыск. Такая информация появилась сегодня на сайте МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти». Спустя почти полтора года со времени его побега. Бывший министр подозревается в хищениях госимущества в особо крупных размерах. Напомню, буквально в феврале Табачник абсолютно беспрепятственно въехал и также спокойно покинул территорию Украины, вернувшись в Израиль, где он проживает после свержения режима Януковича. Тогда же Антон Геращенко в соцсетях заявлял, что, здесь я процитирую, все компетентные организации в курсе прилёта Дмитрия Табачника. Золотой тендер для Минюста. Госпредприятие Министерства юстиции закупило более 400 планшетов по цене почти 1000 долларов за каждый. Игрушки хорошие, здесь спору нет. Хочешь, а стену бей, хочешь, воду опускай, им всё ни почём. Но должен ли за это платить налогоплательщик? Изучал и ситуацию, и технические характеристики таких дорогих гаджетов Ярослав Кречко. Новая модель, загадочные характеристики и подозрительно высокая цена. 930 долларов за гаджет. Это, если кратко, о тендере на закупку планшетов госпредприятием Информцентр Министерства юстиции. Конкурс объявили в марте, а победитель должен был поставить партию уже до 4 мая. Такие необычно сжатые сроки позволили отсеять сразу троих претендентов. А из двух оставшихся компаний, с разницей в цене от 4 до 8 миллионов гривен за 410 планшетов, чиновники выбрали тех, у кого в два раза дороже. Я не знаю, что предлагали другие компании. Мы предложили это устройство, его стоимость выше, потому что оно лучше по качеству. Если я возьму этот планшет сейчас и на него, например, стакан воды, то он не заискрит и не сломается. Если я его уроню сейчас, например, с вот такой вот высоты, то я подниму его, нажму на кнопку, и он у меня продолжит работать. Защищенность, клавиатура в придачу и плюс эта партия сделана по спецзаказу. Вот составляющая высокой цены. Тем не менее, проигравшая компания подала жалобу в антимонопольный комитет, но там ее рассмотреть не успели, так как Информцентр на то время уже заключил договор с победителем. Расторгнуть его можно только через суд, но проигравшие нам рассказали, судиться не будут. Мол, им еще работать на рынке и не хотят поднимать шумиху. Самое интересное, что модель, которую приобрел Минюст, в Украине не продают. Более того, с такими характеристиками в рознице ее не купить и за границей. Если это спецзаказ какой-то, когда использовался планшет серийный, и его специально там спецпартию сделали более защищенными, это само по себе способно там увеличить его себестоимость. Поскольку сделать партию из 200 планшетов, себестоимость будет намного выше, если сделать партию из 2000 или 20 тысяч, чем более, планшетов. В российских интернет-магазинах цена на гаджет, например, такой модели плюс-минус 600 долларов, а в Австрии в рознице гаджет стоит 550 долларов. Да, это серийное производство и незащищенные модели, но зачем Минюсту нужны именно такие золотые планшеты? На наш запрос в ведомстве пока не ответили. Ярослав Кречко, Андрей Кузнецов и Виталий Коваленко. Подробности – телеканал «Интер». Дорогими закупками грешат не только в Министерстве юстиции. Аваковым, его сыном и связанными с ними фирмами интересовали следователи генпрокуратуры во время допроса Романа Бачкалы, автора журналистских расследований, а так называемых «аваковских рюкзаков». Об этом рассказал сам журналист в фейсбуке. На допросе звучала и фамилия бывшего заместителя министра Чебатаря. Напомню, генпрокуратура открыла уголовное производство по факту закупки МВД рюкзаков по завышенным ценам – 3000 гривен за штуку. И статья серьезная – это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Роман Бачкала в этом деле проходит как следователь. А вот премьера обвиняют общественные организации. Утверждают, Яценюк не сдержал слова. Еще три недели назад обещал сменить представителя Кабмина в конкурсной комиссии по избранию членов антикоррупционного нацагентства. Или отдать это место активистам. Но ВОЗ и ныне там. Теперь общественные деятели обратились к премьеру с требованием на ближайшем же заседании правительства все-таки решить вопрос. Ведь прежняя комиссия формировалась с нарушениями, о чем неоднократно говорили и народные депутаты, и мы в наших материалах. Ну что ж, ближайшее заседание Кабмина завтра. Услышал ли я Ценюк активистов? Посмотрим. Прервать непленарную неделю и собраться в зале придется депутатам. Так решил Совет Коалиции. Но что за срочности? Какие вопросы потребовали безотлагательного разбирательства? Расскажет нам Вениамин Трубачев. В четверг утром фракции соберутся обсудить повестку дня. Самый спорный вопрос, закон о выборах, он принят в первом чтении. Но у Коалиции до сих пор нет единой позиции, какими должны быть избирательные правила на предстоящих местных выборах. Дискуссийное вопрос – это два тури выборов в меры, один или два тури. Дискуссийное вопрос – это быть или не быть политическим блоком. Дискуссийное вопрос – это защищена первая тройка или пятерка, которая не закреплена за округом. Дискуссийное вопрос – это, что в выборах должна принимать участь партия, которая зарегистрирована или за два года, или за год до начала выборчего процесса. В четверг депутаты рассмотрят и пять так называемых законов МВФ. Их внесло правительство. Если проголосуют, это позволит получить новые еврокредиты. Также будут обсуждать законы о реформировании МВД. А вот скандально принятый закон о реструктуризации валютных кредитов пересматривать не будут. К нему решили вернуться уже на следующей неделе. Вениамин Трубачев, Юрий Романюк и Сергей Еременко. Подробности – телеканал «Интер». Ждут действия от украинских депутатов Венецианской комиссии. Те должны продемонстрировать, что Украина готова выполнять Минские соглашения. Конкретно, внести в Конституцию положение об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это заявление главы комиссии Джани Букикио. В интервью одному из изданий он также напомнил, что международное сообщество полностью поддерживает реализацию Минских договоренностей. Не сорвать соглашения, достигнутые в Минске, требуют и народные депутаты. Лидер фракции оппозиционного блока Юрий Бойко призывает парламент разработать и принять политическую дорожную карту урегулирования конфликта на Донбассе. Полицила в ближайшие дни предложит депутатам создать в Раде уполномоченную группу из представителей всех фракций для выработки предложений и рекомендаций Минской переговорной группе. Кроме того, с ее участниками нужно провести отдельное парламентское слушание для обсуждения нынешних переговорных позиций, так считает политик. И вот как раз в эти минуты в Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы. Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, обсуждался отвод вооружения калибром менее 100 мм. Говорили и об освобождении пленных. Сайдик назвал сегодняшние переговоры конструктивными. Он вообще считает, что уже на следующей встрече, это будет через две недели, будут приняты конкретные решения. С военкомовской головы на волонтерскую. Закарпатские военные решили переложить ответственность за невыполнение плана по мобилизации на гражданских активистов. Один из таких приказов, который возмутил соцсети, изучила и моя коллега Марина Коваль. Это копия приказа Мукачевского военкома, которая вызвала такую бурную реакцию в соцсетях. Здесь черным по белому. Привлечь общественные и волонтерские организации к оказанию помощи по проведению призыва на военную службу во время мобилизации. Реакция волонтеров не заставила себя ждать. Очень много уже и так лягло на плечи волонтеров. Даже в первой минуте мобилизации нам было бы очень много сделано. Начиная от обеспечения формы, заканчивая тепловизорами, ремонтом машин. Я считаю, что волонтеры на себя большую часть взяли, как Министерство обороны. Ти же военнослужбовцы, кадровые офицеры, кадровые генералы, они получают за это большую зарплату. Чему должны делать это волонтеры? Волонтеры не должны, но ведь их призвание помогать, так поясняет скандальный пункт Мукачевский военком. Ничего такого крамольного. А чтобы не доказать, не дать нам допомогу, если есть такая возможность, или если человек желает нам таким образом допомогти. Ну почему я должен от этого отмечаться? У меня людей не хватает, планы я не выполню. В Мукачеве план по мобилизации выполнен только на 10%. 3,5 тысячи военно обязанных прячутся от вручения повесток. Горожане говорят, если бы государство выполняло свои обязательства перед демобилизованными и их семьями, то, возможно, отношение было бы другим. Но после службы трудно получить жилье, землю, денежные компенсации. Да и зарплата у бойцов невысокая. Оплата нет, проживание нет, сейчас цены большие. А дитину нужно держать за какие-то гроши. Если батько поедет, например, я мама, которая на данный час не работает, я остаюсь одна с двумя маленькими дяточками. Хорошо, что мне делать? Сидеть под церковью? Военные надеются, что с помощью волонтеров смогут выполнить план по шестой волне мобилизации. Но вот сами волонтеры не готовы взваливать на себя еще и это. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. В Брюсселе сегодня греческий день. Лидеры еврозоны решают, что им все же делать с Грецией, результатами ее референдума и вообще со всей еврозоной. Все прогнозы в материале Татьяны Лагуновой. Франкфурт на Майне. Возле бывшей штаб-квартиры Европейского Центробанка рабочие разбирают символ единой европейской валюты, чтобы почистить, отремонтировать и установить заново. Никакой конспирологии, работы плановые, но многие уже усмотрели в этом плохой знак. Символ евро уже через неделю вернут на прежнее место. Вот с ремонтом еврозоны, которая тоже дала трещину, все куда сложнее. Как ее сохранить? Что делать с Грецией итогами референдума? Сегодня весь день в Брюсселе решают европейские политики. Встреча за встречей. Утром собирались министры финансов стран еврозоны. Около часа назад на экстренный саммит прибыли лидеры этих государств. Тему переговоров сформулировал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Я бы не хотел, чтобы у Греции сложилось впечатление, мол, мы хотим выбросить ее из еврозоны или даже Евросоюза. Мы продолжим работать, чтобы действительно начать переговоры с Афинами. Звучит красиво, но как это сделать? Позиции переговорщиков предельно ясны. Греция хочет денег, а точнее новый пакет финансовой помощи. 29 миллиардов евро на два года. Оппоненты помочь не против, но взамен требуют жесткие антикризисные реформы. Те самые, которые наотрез отказываются проводить правительство страны. И как показал референдум, большинство ее граждан. Получается, тупик. От греков ждут предложений по выходу. Пока их никто не видел и не слышал. Сейчас греки под давлением. Банки закрыты. Ситуация очень сложная. Я думаю, что греческое правительство заинтересовано в том, чтобы представить серьезное и достойное доверие предложения. Без программы нет возможности помочь Греции в рамках еврозоны. Конечно, у ЕС обязательства по отношению к Греции, но все зависит от решения Афин, которого мы с нетерпением ждем. Чем закончится саммит, пока непонятно, но вариантов всего два. Лидеры могут договориться о новой программе помощи, либо о начале процедуры выхода Греции из еврозоны. Или не договориться. И тогда будет назначен новый саммит. Татьяна Угнова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сама агрессия оказалась на грани фола. В то время как в Брюсселе идут пока безуспешные переговоры, в стране уже ощущается дефицит денег. О последствиях греческого нет. Алексей Пшемызский из Афин. Чудо не произошло. Банки Греции не открылись. Многие ждали, что сегодня они наконец-то возобновят свою работу. Но вместо денег греки увидели жалюзи на окнах и замки на дверях. Сколько еще финансовые учреждения страны не будут работать, пока что точно не знает никто. Уже больше недели банки Греции закрыты. Огромная очередь в банкоматы, которые выдают по 60 евро в сутки. Многим приходится выстаивать по полдня на страшной жаре. Я люблю свою страну, но это правительство довело ее до уничтожения. Бедная молодежь. Полтора миллиона безработных. Что с ними будет? Это ужасно. Пока банкоматы еще выдают что-то. Но что будет завтра, я не знаю. Что будет завтра, не знает и владелец кафе неподалеку от центра Афин, в Агелис. Его столики пустуют уже который день. Клиентов попросту нет. Свежейшие салаты снова придется выбросить. Пустые полки, выпечки нет, сэндвичей почти нет. Зимой тут все было завалено. Пироги с сыром, с хамомом. А сейчас никто ничего не покупает. У людей закончились деньги. Многие пожилые греки массово скупают лекарства. Боятся, что завтра цены поднимутся. У владельца этой аптеки уже возникли проблемы. С поставщиками он рассчитывается банковскими чеками. Проблемы начнутся, когда фармацевтические компании перестанут принимать чеки и захотят оплату только наличными. Некоторые уже говорят об этом. В некоторых аптеках уже дефицит лекарств. Подобные проблемы могут возникнуть и в магазинах. Пока на полках еще есть продукты. Но многие говорят, что со следующей недели поставщики откажутся от оплаты через банки. Багелес, возможно, свое кафе пока закроет. Брюссельские встречи мало верят. Я не верю в быстрое решение. Если что-то сдвинется хотя бы через два месяца, это будет хорошо. А если банки не откроются, властям, вероятно, придется печатать купоны, чтобы выплатить зарплаты бюджетникам за предыдущий месяц. Без финансовой помощи Греция, скорее всего, откажется от европейской валюты. Возврат к Драхме, по оценкам экономистов, займет не один год. И это время станет для страны настоящей финансовой катастрофой. Но свое «нет» греки уже сказали. Теперь ждут ответа. Из Афин Алексей Пшимыский, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Пропетлять между санкциями. В Санкт-Петербурге придумали, как обойти запрет Путина на импортные продукты. Арбитражный суд города разрешил местным торговым сетям без каких-либо ограничений торговать продуктами из Европы. Мол, в указе президента речь идет о запрете на импорт зарубежных продуктов. А вот о продаже ни слова. Значит, можно. И ответственность за соблюдение санкций должны нести не продавцы, а таможня, которая обязана пресекать ввоз товаров из запрещенного списка. Пропетлять между своими же словами пытается рупор российской пропаганды. Дмитрий Киселев в Крыму начал заигрывать с секс-меньшинствами. Теми, чьи сердца еще недавно он призывал закапывать. Неужели вкусы изменились? Очередной киселевский крен разъяснит Данил Русаков. Гвоздем программы на молодежном форуме в аннексированном Крыму стал Дмитрий Киселев. Выступление которого многим напомнило продолжение эфира его итоговой программы. В ней рупор Кремля как-то вдруг неожиданно лояльно отозвался о них. Одетый в модные оранжевые штаны, телеведущий призвал подходить к этому вопросу конструктивно. Дальше Больжа сказал, что его слова о сексуальных меньшинствах переврали. Во всем якобы виновата информационная война. Приписывают мне, тоже информационная война, что я за то, чтобы из геев вырезать сердца. Нет, я не за то, чтобы вырезать сердца. С тезисом о том, что Киселева наглым образом оболгали, трудно не согласиться. Ведь в 2012 году в эфире одного из российских федеральных каналов сердца геев вырезать он действительно не предлагал. А их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать как непригодные. Другой борец за традиционные ценности, детский омбудсмен Павел Астахов запустил в своем твиттере голосование. На выбор предлагает сразу два тезиса. Один гумания другого. Астахов, видимо, так и не может понять, нужно ли связывать детей. Над этой дилеммой теперь размышляют его многочисленные подписчики. А вот другой красноречивый пример работы с молодежью. Дружины, организованные РПЦ, вот лично похожее на пионерский галстук, повязывают на шее юных граждан прямо под иконой на ступеньках церкви под звон колоколов. На этом видео дети которых привезли в Москву на патриотическое посвящение. Сообщается, что в качестве идеологического образца для подобных то ли пионерских, то ли не пионерских организаций активно используют боевиков Донбасса. Я первый раз видел патриарха. Фотография с ним была, мне очень понравилось. Затем парад кадетов тоже, очень красиво было, еще торжественно. Военные руководства РПЦ и ритуалы, отчасти напоминающие Советский Союз, видимо и вправду выглядят очень торжественно. Наверное, точно так же, как и воцерковленные экс-сотрудники комсомола. Такие, как оказывается, тоже бывают. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканал Интер. С вещами на выход. В Крыму самопровозглашенные власти продемонстрировали, что такое бизнес по-российски. На примере большого рынка в Симферополе. Какова его судьба и сотен его сотрудников, расскажет Юлия Крючкова. Вот за этим железным забором разбирают торговые точки. Демонтаж вещевого рынка в центре Симферополя идет уже вторые сутки. Предприниматели жалуются о предстоящем закрытии, даже не предупредили. А весь товар неизвестные люди вывезли непонятно куда. Рынок был оцеплен милицией. На этот самый забор поставлен с двухметрового роста. И пошло на это самое сноситься весь рынок. Ночью без людей, без комиссии, без офиси, без ничего. Просто чисто в барватке и, как говорится, по-бандитски. Машины, которые туда въезжали, были закрыты тряпками номера. Да. И люди, которые 30 человек пропустила милиция, непонятно, ну, в какой спортивном типе возложения. Да. И в три часа ночи пошел демонтаж. Люди пытаются спасти хотя бы то, что осталось. Кому-то удается пройти на территорию рынка через зацепление, а кто-то перелазит прямо через забор, пока не видит полиция. Многие предприниматели уже подсчитали убытки. И цифры получились немаленькие. Потеряли от 300 тысяч рублей до нескольких миллионов. Это если торговых точек здесь было несколько. Вскрыли мой личный бутик. Там у меня товар, там у меня личные вещи, какие-то атрибуты, там оборудование. Нам это даже не обещают вернуть. Симферопольские чиновники давно требовали освободить эту площадь от торговых палаток. Мол, размещены незаконно и мешают проезду. Тем не менее, торговцы не уходили. Платили аренду и налоги. Теперь в прямом смысле оказались на улице. Без товара и без работы. Альтернативное место для торговли власти им не предоставили. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, телеканал Интер, Симферополь. Отстраненный глава госавиаслужбы Денис Антонюк требует от ГПУ расследовать действия одесского губернатора Саакашвили на предмет коррупционных мотивов. В своем заявлении генпрокурору Антонюк рассказывает, Саакашвили на заседании комиссии 26 июня якобы лоббировал интересы одной из авиакомпаний. А это попытка злоупотребления власти, считает Антонюк. Кроме того, требует от ГПУ проверить законность своего отстранения должности. А моральный ущерб от заявлений губернатора оценивает в миллион гривен. На своей странице в фейсбуке Саакашвили уже ответил Антонюку. Конкретики в его посте мало, но вот образности хоть отбавляй. Сравнивает оппонента с известным персонажем Ильфа и Петрова. Мол, он как Паниковский требует миллион. При этом, вопрошает губернатор, этот ущерб он понес за день или за месяц, или за год. Непонятно. Почему Михаил Саакашвили оказался на том скандальном заседании комиссии, и что за компанию лоббировал и лоббировал ли, рассказал представитель МАУ Арон Майберг на своей пресс-конференции. На самом деле, накануне этой комиссии, он встречался с акционерами этой компании, Атлас Жен. И эта компания сказала ему, что она готова миллиарды долларов инвестировать в Одессу. Но при этом сказала, что для нее важно получить маршруты из Одессы. Господин Саакашвили не оказался там, случайно. Очевидно, для него было очень важно, чтобы этот маршрут именно получил от Лазжета. Поэтому я думаю, что будет очень полезно, если Михаил Николаевич расскажет все-таки более точно. Майберг также опроверг претензии Саакашвили к ценовой политике МАУ. Дескать, сам Саакашвили больше 30 раз пользовался услугами компании. Почти половину перелетов совершил бизнес-классом. Утверждает, что платил чуть ли не в день вылета. При этом Майберг раскрыл персональные данные, на что права, конечно же, не имел. Пока Михаил Саакашвили никак не отреагировал на эти обвинения, озвученные на пресс-конференции представителей МАУ, впрочем, у журналистов к самому Майбергу было тоже немало вопросов. О работе компании и о платных услугах на борту продолжит Ольга Рыцарь. Анатолий прилетел из Днепропетровска в Киев. На борту международных украинских авиалиний все платно, кроме воды. А это Светлана. За перелет из Берлина в эконом-классе заплатила за себя и детей в больше тысячи евро. С сервисом возмущена. Полтора часа задержки. Сказали только извините. Я думала, хотя бы напитки бесплатно предложат. Даже этого не было. Это немножко разочаровало. Некоторые пассажиры просили сок, и бесплатно им не могли предоставить. А вот и свежий пост в фейсбуке депутата Иваны Климпуш-Цинсадзе. Она пишет, что сегодня полностью ощутила все прелести сервиса МАУ. Мол, у пассажиров возникли трудности. Не удалось попасть на рейс. Но в ответ компания ничем не могла помочь. Ни бесплатно поменять обратный билет, ни зарегистрировать на новый рейс. Не было даже извинений. Одни унижения. Но выбора у украинцев особого нет. А вот глава наблюдательного совета МАУ жалуется. Работает почти себе в убыток. Признает, за многое пассажирам приходится платить. И даже идею платных туалетов на борту полностью не отвергает. Естественно, мы отказались от бесплатного питания на большой части рейсов. Мы вбили различные тарифы за багаж в отношении платных туалетов. Я вам хочу сказать, что Лоу Костя об этом серьезно думает. Но на самом деле такая задача сегодня перед нами не стоит. И приводит примеры цен. И вот рейс Киев, Одесса, Киев. 58% пассажиров приобретают билеты вот синеньким цветом от 28 долларов до 60 долларов. Но таких цен на сайте ни мы, ни эксперты не нашли. Господин Майберг взял определенный период времени, когда были очень низкие цены. На самом деле тарифы там гораздо больше. То есть даже до той же Одессы, вот если сейчас обратиться, попытаться прилететь в Одессу, 2,5-3 тысячи не меньше. То есть там 30 долларов за летный час, ну никак нет. Хотя для компаний с большой сетью сделать дешевые перелеты проще, чем каким-либо другим, уверяют эксперты в области британских авиаперевозок. В крупных авиакомпаниях вы пользуетесь преимуществом постоянных клиентов. В частности, у вас есть возможность взять больше багажа на борт или особая скидка на билет для спутника, например, супруги. Это делается для того, чтобы клиенты оставались лояльными к авиакомпании. Теперь вся надежда на открытое небо. В Министерстве инфраструктуры не теряют надежду подписать соглашение о едином авиапространстве с Евросоюзом в нынешнем году. Это существенно повлияет на стоимость авиабилетов. Но вот удастся ли? Ольга Рыцарь, Егор Лагинов, Виталий Коваленко. Подробности, телеканал Интер. Премьер-министр хочет объединить усилия государства и группы приват на энергетическом поприще. Создать нефтяной гигант, вертикально интегрированную компанию на базе Укрнафты, Укртатнафты и Укртранснафты. Об этом он сообщил сегодня на коллегии Минэнерго. Создание нефтяного гиганта невозможно, это считают эксперты. Ведь это противоречит базисным европейским энергетическим нормативам. А вот как прокомментировал сегодняшнее заявление Эценюка нардеп Сергей Каплин. Он считает намерения премьер-министра преступными, поскольку они ставят под угрозу энергонезависимость государства. В парламенте Эценюка привели олігархов. Он сын полка украинских олігархов. И всегда будет выстоять исключительно их интересы. Они уже раздерибанили кабинет министров. У каждого олігарха, который спонсоровал Народный фронт, Эценюка, соответственно, к квот своему министерству. Те, что сегодня он заявил про то, что необходимо чергово раздерибанили важные государственные предприятия между сумнительными олігархами и гирше сепаратизмом. Он выбирает страну у простых, обычных граждан. Экс-министр екології Игорь Шевченко назвал премьера Яценюка манипулятором. В своем интервью украинским новинам Шевченко обращает внимание, если его уволили за перелет частным самолетом, то логично было бы уволить руководство Щадбанка и всех, кто летал чартером в Варшаву. Сам же Шевченко уверен, его отправили в отставку за противодействие коррупционным схемам и критику самого Яценюка. Двигаемся дальше. Во второй части подробностей расскажем вам о следующем. Усыпка, усушка и утруска в МВД. Куда и когда пропало смертельное оружие со складов? Аптечный переполох. Чем закончилась история харьковских активистов и наркопритона? Шпионаж в небе. Что делали российские бомбардировщики над Соединенными Штатами? Нидерланды окончательно ратифицировали соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Документ утвердила Верхняя Палата Парламента. Таким образом, это уже 22-я страна из 28 членов Евросоюза, полностью ратифицировавших соглашение об ассоциации. Что нужно сделать, чтобы украинские товары покупали в Европе, а украинцы получали достойные зарплаты? Об этом сегодня дискутировали в Киеве представители ЕС, бизнесмены, экономисты и политики. Экспертов собрало агентство модернизации Украины, которое разрабатывает своеобразный план Маршала для возрождения украинской экономики. Как выглядят из Брюсселя европейские перспективы Украины, в Киеве говорил бывший еврокомиссар Юнтер Ферхойген. Именно в его бытность на посту в состав Евросоюза вошли 10 новых государств. Ферхойген не скрывает, о дальнейшем расширении ЕС речь сейчас не идет. Однако это не значит, что украинцам не нужно стремиться к европейским стандартам. Мы видим волю народа к переменам, но мы сегодня приехали не для того, чтобы читать вам лекции, что и как нужно делать. Все понимают, когда речь идет о системе государственного управления, борьбе с коррупцией, тут еще много предстоит сделать. Аннексия Крыма, война на Донбассе не просто усложнили экономическую ситуацию в Украине, но и требуют срочного поиска новых рынков сбыта для украинских товаров. Да и сами товары должны стать конкурентно способными на мировых рынках. По итогам прошлого года есть очень небольшой рост европейского рынка, около 7%. И при этом громадное падение рынка России, Беларуси, Казахстана, который только в прошлом году составил 7 миллиардов долларов, а по итогам этого года он кумулятивно приблизится, судя по всему, где-то к 12 миллиардам. Разработать план реформ для конкретных отраслей и найти для них деньги взялось Агентство модернизации Украины. Оно было основано в марте нынешнего года украинскими работодателями и профсоюзами, а также известными европейскими экспертами. Мы должны выбирать отрасли, которые будут наёкоёмкими, которые создадут добавочную стоимость и которые, со своей очередь, могут давать дополнительную работу другим секторам экономики. В частности, вот мы видим машиностроение, видим транспортное машиностроение, энергетическое машиностроение, это там, где мы сильны. Я знаю очень много инвесторов, которые заинтересованы работать в Украине для восстановления экономики, но они не придут в страну, где их деньги не будут защищены. Покончить с коррупцией и теневой экономикой требуют не только инвесторы. Эти обязательства Украина взяла на себя и в соглашении об ассоциации с ЕС. В нашей экономике каждый третий працюет без трудового договора и абсолютно незахищенный. Это наша проспилковая тема. Каждый третий гривен заработной платы выплачивается мимо кассы, и с ней не платится податок в бюджет и внески до пенсионных и других социальных фондов. Агентство модернизации Украины, один из вопросов стоит, это рабочие места. Сколько мы можем благодаря этой программе создать рабочих мест? И я считаю, что мы должны создать, хотя бы восстановить эти 2 миллиона, которых потеряно, это как минимум. А как максимум выйти хотя бы до 5 миллионов, там, создание рабочих мест новых. В сентябре агентство модернизации презентует свой план экономического возрождения Украины, под который планируют привлечь порядка 300 миллиардов долларов инвестиций. Валентина Левицкая, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Пропавший арсенал. Куда со складов МВД исчезли тысячи единиц огнестрельного оружия? Нашли ли виновных? И кто будет возмещать ущерб? Разбирался в этом громком скандале Александр Пантелеймонов. 5 тысяч стволов на 2,5 миллиона гривен. Целый арсенал оружия и автоматы, и пистолеты бесследно пропал со складов МВД еще в феврале 2014-го. Оружие якобы раздавали милиционерам во время событий Евромайдана. По факту, скорее всего, вооружали тетушек. Видают милиционерам без документов. То есть, разочи так. 1, 2, 3, 4, 5. Это факт, установленный судом. Это факт беззаперечный. Скорее всего, это была самая та оружия, которую убивали мирных протестовальников. Нарушения вскрыли давно. Еще в августе прошлого года Госфининспекция провела ревизию на складах МВД. Следствие длилось почти год, и только в конце июня уже этого года административный суд Киева обязал глав МВД взыскать соответственных лиц больше 2,5 миллионов гривен. Вот только ответственных пока нет. Их по сей день ищут только уже в рамках уголовного производства. Найти виновников не так сложно, утверждают эксперты. Есть соответствующие документы, приказы, известные даже фамилии тех, кто выдавал арсенала. Ни в МВД, ни в киевской милиции ответы мы пока не получили. Александр Пантелеймонов, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. В Харькове не утихают страсти вокруг аптеки, которую разгромили местные активисты под эгидой борьбы с наркомафией. Милиция третий день якобы ищет виновников погрома, а они тем временем дают пресс-конференцию. О чем слушала Лидия Калинина? Ищут пожарные, ищет милиция, а сами они дают пресс-конференцию. Активисты, которые разгромили аптеку, настаивают, они не хулиганы, а борцы за правду. Наши действия, я согласен, далеки от идеала. Может быть, они не всегда соответствуют букве закона, но тем не менее, духу закона они соответствуют вполне. Аптека работает уже пять лет. Все это время здесь бинтов и зеленки не купить. Только препараты, содержащие наркотические вещества. Жители якобы писали в милицию, но точка продолжала работать. Внутри активисты нашли тысячи упаковок с таблетками и еще тысячи пустых блистеров из-под лекарств. Условие было такое, она продавала наркоманам, чтобы он сразу съедал и не оставлял шлейф за собой пачек пустых, пять тысяч штук. Во время погрома активисты забрали из аптеки компьютер. Сегодня, говорят, не знают, куда делся. Скорее всего, унесли местные жители. А вот деньги, которые вытрусили из одежды хозяйки, запечатали в коробку. Их пустят на общественные нужды. Эти деньги с коробки, мы пойдем на нужды, там, площадка, что-то покрасить, починить. Может, парням, часть на АТО. Пока шел погром, милиция стояла в стороне и наблюдала. Почему вы в стороне стоите? Почему в стороне? Подходите сюда. Теперь там заявляют, не вмешивались, чтобы не усугублять конфликт. Милиция, во-первых, документировала на видео эти факты и поэтому внесли в реестр хулиганство. Вот только до сих пор никого не задержали. Хотя активисты встречи с милицией ждут не дождутся. А хотят передать им видео своей контрольной закупки, которую якобы провели в аптеке. Вот я демонстрирую флешер с контрольными закупками. Вот с этой точки, конкретно. И милиция, мы тоже об этом говорили. Но почему-то не ходят. Они все это знают, конкретно начальник Гома там стоял все это время. Он не поинтересовался, и телефон ему дали. А вот, пожалуйста, никто не скрывается. Сами активисты не скрывают, погромы в городе продолжат. И призывают местных жителей обращаться к ним, если все законные способы закрыть наркоточку во дворе не дали результатов. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. На Мариупольском направлении боевики перешли от активных обстрелов к разведке. То и дело, над нашими позициями военные фиксируют вражеские беспилотники. Накануне один из них удалось даже сбить. Больше новостей с передовой у Станислава Кухарчука. Уже вторые сутки под Мариуполем относительное затишье. Боевики всего четыре раза обстреливали наши позиции из минометов и самоходной артиллерии. К счастью, никто из военных не пострадал. И вот, пользуясь такой ситуацией, зря времени не теряя, наши бойцы оттачивают свои навыки. Так сводные батареи зенитчиков отрабатывают тактику ведения боя с воздушными целями. Зенитные установки хоть и старые, 70-х, 80-х годов выпуска, но не раз выручали ребят. Их также применяют и по наземным целям. Вражеской пехоте, легкой бронетехнике и даже катерам. Цель наземная, 12 часов. На 12 часов наземная цель. Мы оберегаем со стороны Азовского моря, Черного моря. Всем привет родным. Победа будет за нами. Для зенитных установок есть работа и во время затишки. Сейчас боевики активно ведут разведку наших позиций не только с земли, но и с воздуха. За дубу мы выявили 8 ворожих беспилотных летальных аппаратов. 8 беспилотных, близко 2 часа ночи, наши боевые обслуги противоповетренной обороны сбили. Он впав в море. Учитывая активизацию разведки противника, наши военные прогнозируют обострение конфликта. Скорее всего, боевики ждут результатов сегодняшних переговоров в Минске. Станислав Кухарчук, Максим Чеблин, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Мариуполь. Километровые очереди и многочасовые ожидания под палящим солнцем. Так мирные жители продолжают добираться с оккупированной территории на Мирную и обратно через пропускной пункт Артемовск-Горловка. По словам людей, да и самих пограничников, электронная система ничего не изменила, а сбои техники даже замедляют процесс. Оппозиционный блок предлагает отменить пропуски для льготной категории пенсионерам, инвалидам и детям. И следующим этапом создать базу лиц, которые вызывают подозрения в содействии терроризму. А мирным жителям достаточно для пересечения линии разграничения предъявить паспорт Украины. Мы увидели с вами первобытный строй, когда реально страдают все. Страдают люди, которые хотят проехать, издают ребята, которые на блокпосту. Нет ни медицинского работника, нет воды, нет элементарного туалета. Нельзя сегодня объявлять блокаду для неконтролируемых частей Луганской и Донецкой области. Великобритания в трауре. Сегодня там вспоминают погибших во время терактов десятилетней давности. Четыре взрыва в общественном транспорте унесли тогда 52 жизни и навсегда изменили британское общество. Оксана Кундеренко подробнее. Цифры 7.7 для Великобритании, как 9.11 для США. Дата самой страшной террористической атаки в истории страны. Этот мемориал в гайдпарке в память о жертвах. 52 колонны. Именно столько людей погибли от взрывов 7 июля 2005 года. Более 700 человек были ранены. Первые лица, премьер-министр и мэр Лондона возложили к памятнику траурные венки. А затем вся страна замерла. Замолчал Биг Бен, остановились поезда и машины. Футболисты прервали матчи и даже на теннисном турнире Умблдон прекратили играть. Десять лет назад, в этот день, каждый из нас помнит, где был. Это был день, когда жители королевства и Лондона объединились против угрозы, которая с нами до сих пор. Четыре бомбы привели в действие исламисты-смертники. Три поезда метро взорвали с промежутком в 50 секунд. Через час на воздух взлетел пассажирский автобус. Герой того дня, сотрудник подземки Дэвид Бойс, еще до приезда скорых помогал раненым. Великобритания до сих пор не отошла от шока, ведь теракт 7-7 совершили радикалы, родившиеся в этой стране. По сей день спецслужбы борются с угрозой исламистов граждан Евросоюза. Внутренняя разведка МИ-5 вдвое увеличила штат. Появились новые средства слежения, например, в соцсетях и внутри мусульманских сообществ. Ведь именно там часто сами друзья и родственники увлекают молодежь идеями радикализма. К счастью, устроить новый джихад пока никому не удалось. Видимо, службы безопасности справляются. Даже шутить на эту тему сейчас не стоит. Сотрудники одного из британских банков устроили пародию. Казнили вешалкой заложника, как это делают бойцы ИГИЛ. Шутку, правда, никто не оценил. Семерых банкиров уволили. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Дипломатия с фигой в кармане. Пока Путин поздравлял президента Обаму с Днем Независимости США, российские бомбардировщики пролетели в непосредственной близости от воздушного пространства Америки. Об этом сегодня сообщил телеканал Fox News. По его данным, самолеты Ту-95 засекли сперва у Аляски, а затем и у берегов Калифорнии. Для перехвата бомбардировщиков, которые могут нести на борту ядерные заряды, кстати, были подняты американские истребители. Напомню, подобный инцидент был уже, но тоже в День Независимости, ровно два года назад. Суд Нью-Йорка постановил выплатить десятки тысяч долларов пострадавшим во время разгона полиции акции «Окупай Уолл-стрит» в 2011. За что положена такая компенсация в материале нашего американского корреспондента Дмитрия Еловского? «Окупай Уолл-стрит» был протестным движением, которое началось когда-то в финансовом районе Нью-Йорка и разрослось буквально по всему миру. И как это часто бывает, и было так и на Майдане, самая острая фаза противостояния демонстрантов и полиции наступила после неоправданной жестокости последних. Эти кадры снял очевидец одного из разгонов «Окупай». Мирные демонстранты, которые просто стояли на тротуаре, никак не провоцировали полицейских, они были в основном девушками. И вот к ним подходит страж порядка и прямо в лице распыляет перцовый спрей. Похоже, что даже его коллеги были в шоке. Но позже удалось выяснить имя этого правоохранителя – Энтони Болония. Полицейский был отстранен от работы, но всего на несколько дней. Обвинений ему никаких не предъявили. Активисты сразу же обратились в суд, который рассматривал это дело несколько лет. И вот долгожданный вердикт. Город должен выплатить 330 тысяч долларов шестерым пострадавшим. На каждого порядка 55 тысяч. Городские власти, похоже, ему решению даже рады, хоть сумма и не маленькая. Главное, говорят, конфликт удалось урегулировать. Довольные адвокаты, которые назвали эту сумму, ну, вполне приемлемой. Этот процесс, на самом деле, один из многих, которые сейчас ведут юристы протестующих против властей Нью-Йорка и против полиции. И они, надо сказать, уже добились очень многого. Более полумиллиона долларов выпутили 14 оккупантам с Уолл-стрит, которых незаконно арестовали на Новый год в 2012 году. 50 тысяч долларов получил демонстрант, которого арестовали за то, что он просто снимал полицейских. Но в судах сейчас еще десятки дел. Большинство касается неоправданного применения силы правоохранителями. И у юристов из-за окупай Уолл-стрит хороший шанс их выиграть. Потому что власти города теперь активно пытаются сгладить ту волну конфликтов и противостояния активистов и полиции. Дмитрий Ивовский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Как взлететь из лужи. Мир сегодня удивили суровые сибирские авиапассажиры. Что им по колено, узнаете и вы из нашего дайджеста. 700 миллионов долларов из государственного бюджета себе в карман. В коррупции обвиняет премьер-министра Малайзии. Компромат на Наджиба Розака раскопали журналисты американского Уолл-стрит-джорнал. У них есть документы, подтверждающие перевод огромных сумм из госорганизации на личный счет премьера. Сам Розак обвинение отрицает. Фигуру певицы Бейонсе запечатлят в камне, но отнюдь не в традиционном смысле. В честь коп-певицы возведут 78-этажный небоскреб. Архитектор вдохновил вот этот клип Бейонсе. Изгибы ее тела теперь перенесут на фасад здания. А появится оно в австралийском Мельбурне. В многоэтажке имени певицы будут и отель, и жилые квартиры. Жители Сибири настолько суровы, что непогода не остановит их на пути к цели. Вот так босоногие по щиколотку в воде пассажиры рейса Красноярск-Норильск добрались до трапа самолета. Людям предложили переждать ливень и перенести вылет, но глубокие лужи никого не смутили. Пассажиры безропотно преодолели все водные преграды. Любовные страсти тех, кому далеко за. А 64-летняя мама популярного певца Энрики Игласиаса увела из семьи 79-летнего Нобелевского лауреата. Писатель Марио Варго Слеса прожил в браке полвека, но уверяет, стал счастливым только после встречи с Сисабель. Та, в отличие от своего избранника, уже трижды была замужем. Звезда шоу-бизнеса Энрики, ее сын от первого брака с Хулио Игласиасом. За две минуты десять пострадавших. Забег быков в памплоне закончился традиционно плохо для участников. Ушибы, переломы, травмы спины, даже пробитые легкие. Кипящей яростью животные людей на своем пути не жалели. Продлится этот экстремальный фестиваль неделю. Фильм в облаках. В Великобритании впервые провели киносеанс в небе. Художник Дэйв Линч и ученый-физик Майк Никс разработали проектор для облаков. Прибор разместили на самолете. И благодаря ему над землей голопом проскакала лошадь с наездником. В дальнейшем разработчики планируют усовершенствовать аппарат, чтобы видео можно было передавать прямо с земли. Потемкинские деревни на современный лад. В российской Уфе наспех и задешево подготовились к саммиту БРИКС. Фотообоями прикрыли неприглядные пейзажи, огромными баннерами обветшалые фасады полуразрушенных зданий. А видавшие виды газоны замаскировали пластиковой травой или вовсе закатали в асфальт. Вернемся в Печерский райсуд столицы. Там, напомню, определяют меру пресечения двоим прокурорским чинам. После обыска которых охнула вся Украина от найденных миллионов и бриллиантов. Следит за разбирательством Елена Митясова. Она с нами снова на связи. Лена, ты уже рассказала, что одного из задержанных продержат в СИЗО минимум два месяца. А вот судьбу второго прокурора Калядника уже решили или нет? Алексей, судебное заседание еще продолжается. Журналистов, как и раньше, не пускают на слушанию. Вот с минуты на минуту должны огласить меру пресечения Валерию Гибаленко. В деле он фигурирует как пособник. Сводил бизнесменов с правоохранителями. По словам адвоката самого Габиленко, его подзащитный был знаком с начальником завглавка Владимиром Шапакиным. И в день задержания они были вместе на даче. А деньги, которые нашли потом при обыске в кабинете, не их. Гроши, которые так пафосно СБУ выкладывает, как это речевые доказы, эти взагалые гроши были подкинуты працанникам СБУ в ходе противнослужащих действий. По сути, с грошима и Баленко Валеру не взяли. Они тупо пришли в офис, взломали, нашли там гроши. Больше информации пока, Алексея, у меня нет. Это все дело еще одного замначальника Киевской прокуратуры. Еще не слушали. Мы ждем. Спасибо, Лена, за работу. Это была Елена Митясова из-под Печерского райсуда столицы. Там определяется мера пресечения двум прокурорам. Калядникам и их пособникам. Пока за информацией продолжает следить моя коллега, Лена, в здании суда. Все развитие ситуации вы сможете узнать на нашем сайте подробности.ua. Не забывайте об этом. Наш же выпуск к этому минуте уже закончен. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь до завтра.